Мы и рассчитываем, что от этого термин у нас будет смога эти стопы мать. Это самое основное. Вода и сейчас есть. Можно ее переключить даже на тимчасовую. Толку с ней, если не будет стопы. Никто же ведро носить не будет, потому что это утопия. Ну что, в туалет мы ходили в первую очередь на улицу. Выносили, что ли? Нет, у меня кто-то в квартире ходил. И вот у сожера брали на него. Теловеческий фактор. А если что-то то, почему так будет? Почему-то они придут. Получат, ну, не будет. Ну, почему же, Юрий? Мы уже говорили, ну, смотрите. Вот этот срок мы назвали вам месяц назад. Позавчера назвали этот. Конец месяца месяца. Сейчас говорили, но это будет. Ну, в конце марта же вам не говорили, что вы уже зайдете на улицу. В конце марта тоже. Ну, тоже. Сказали, да, что в марте будет все закончено, а в мае вы заведете номинар. Да, нам говорили в мае, мы хотели бы... В мае вот так рассказали, так... Просто получается, что досталось применять одну дверь, накрыть козырьки и убрать забор его за спец. Да, и все. По работе это не так, да? Да, получается два месяца. Весь май и весь июнь. Я на козырьки не держал, но... Сейчас буду на кромечку, да? Бумажная работа идет. Смысл? Ну, козырьки, ну, что ли? Ну, нет, то есть осталось даже. Ничего по дому нет, но все по дому не нужно. А мы не переоформляем. Мы же не в водоканал не идем и не рассказываем, что мы уже запустили инвесторов и так далее. Остается по старому тарифу. У нас идет строительная вода. И до момента заключения договора. Просто там уже идет, когда инвестор зашел, уже ЖЭК отслеживает, чтобы инвестор оплачивал тарифами бытовому, чтобы какая-то... А кто ЖЭК выставляет тариф? Строительная за тариф? Кто, кто его... Выставляет водки, то есть это в сутки, которые будут инвестораковать, сериус на счет ЖЭК отельки, а ЖЭК будет перечислять в рентгенцию. Нет, сначала он будет перечислять нам их. Мы будем хоть что-то спринестировать. Мы будем платить за это. Нет, мы не стоят, не на тарифу, но на бесплатный канал. Здесь нам будет конфиденцию, какая будет тачальность. Какая тачальность у нас будет деки на убытках, поэтому мы... Почему это не закон? А че он не закон? Абсолютно закон. Ну, хорошо. Есть у кого-то везда в структуке, но можно обидеть в структуру. Вот, два. На что за срочка пошла? Ну, например, водоканал перешлил в воду. Чего? Знаете, вот так можно договориться до того, что завтра комета прилетит, что здесь гэпнется и на этом все законнится. Отлично, я не прокоммену, я не проскучу езжейку. Есть какие-то гарантии, что все будет хорошо и не только холм? Ну, из опыта прошлых домов, то вот гарантия, что мы эту воду держали до момента отключения. Из опыта прошлых домов эти квартиры продали, даже трубы из трубки не было. Какие-то? Которые тащили самую силу. Скажите, на 20 червня у нас будут лечильники электрики и лечильники води, правильно? Чи вони будуть индивидуально? Какие-то, если вы заключите попередний договор с ЖЭПом? Мы шморто говорили. Вы заключаете попередний договор, вот как Эдор Георгиевич говорил, чтобы зайти на ремонт. Заключили договор попередний, так? И дали заявку на установление лечильников. Мы их установили, вы расписали, что вы их прийдете. Або мы их вам отдали. Я не понимаю. Нашего не вам. Хорошо. А можно сделать как-то так, чтобы нам поставили там на воду, а потом там в сентябре всем цивилизованно поставили там на отопление? Чтобы их никто там не украл, как говорили там на ремонтах и так дальше. Это как-то цивильно всем можно сделать? Воду... Мы не можем всем, но как вот, всем это тем, которые напишут заявку. Нет, но в сентябре будет все равно всем. Ну что-то шо, откажется? Не, ну не все могут заселяться. Ну кто, еще раз говорю, кто заключит договор с ЖЭКом? Это означает, что он уже здесь присутствует. Здесь же будет часть квартир, которые просто здесь никого не будут. Будут только объявления в интернете на их реализацию. А уже закуплены счетчики все? То есть они уже есть наличные? Хотите их прямо сейчас ставить, напишите заявку. Будем ставить после праздника. Пока я не вижу в этом телесообразие. Понятно. Доброе. А скажите, а ця вся процедура почнется с 20 червня, чуть до 20 червня? Вот именно подписание... Как приемы передачи, подключения, договоры? Да, да, да. Это все. Ну что, это все получается. Когда нужно прозванивать и для того, чтобы подписание от этого? Ну я думаю, что в мае месяце уже, наверно. После того, как будут меры БТИ, финансы прозвонят, вас выдохладить, получите справки, справки... Вы приедете, скажете, кому же это еще не делал? Мы там приедем. Вы ходите сейчас принимать... Нет, это меры... А на передачи... А на передачи... А на передачи... Чтобы вы на 20 число будете подписать и забирать... Нам их передают и за вас поддамы, чтобы вы получите спецификацию. То есть люди сидят руками... Как только мы их увидим... Я тоже не знаю, что... Кого Зеша отвечает? Сейчас вот звонят... Я попрошу вам уточнять на таком этаже. То есть вот как только будут, сразу же поочередно начнут прозванивать инвесторов финансов. То есть от вас уже будет как можно быстрее рассчитаться... Это по размерам БТИ? Да, да, да. Орієнтовно... Сертификации есть... Он, его у нас на руках нет. Почему мы его не выставляем на сайте? Потому что нужно дать доверенность, да, и по доверенности то, что Эдуард Георгиевич рассказывал, по доверенности его физически получите. Надеемся, что это правда, потому что ревно такую самую информацию особисто от ваших менеджеров я чувствую в лютом месяце. Ну я особисто... Такой же человек, да? Не, я зритый, и я им давала эту информацию, поэтому я все еще и знаю. Я не знаю. Ну заразь не знаю, если у меня все отравнило. Все так, если она разберется. Если отравнило, все отберется. Вы позванивать будете или просто вам информацию? Ну, как только нам дают информацию, она идет к финансистам и идет к продавцам. То есть вы можете в телефонном режиме узнать, или мы можем обзвонить даже продажники. Просто вам сказать, а официально вам будут звонить финансы. Ну просто, чтобы вы были там готовы. Готовы. Да. Да. Да, был вопрос тогда по работе с инвесторами. Вот девочки... Знаете, ну за что ж... Не знаю. Не знаю. Если еще девочка тебе ответит мало будет. Скажите, стой дорогой.